Мне так кажется, что между Россией 89 и 2009 года такая разница. Какова она в наполнении фамилии Собчак, существо преемственности. В частности, Собчак был грандиозен, потому что он был наивен, романтичен, но созидателем. Этот человек по-настоящему был убежден, что мы могли бы быть и не козлы, что мы могли бы быть и люди. Мне представляется, что Собчак был страшно брезглив к недоумкам. Я не имею в виду сейчас аристократический снобизм, поскольку он все сделал своими руками. Пленка проматывается в 2009. Собчак 2. Ненаивно и романтических иллюзий не строит. Ничего в этой стране вот такого, как ее папа, Ксения создавать не собирается. Ибо 2009-й это не 89-й. Но осталось это Собчаковской. Брезгливость к недоумкам. Это фамильное, саркастическое отношение к тем, кто мог бы быть, а не стал умным, достойным, да хоть бы информированным человеком. Я вот поражаюсь, но как же не видна ирония. Вот, например, эта блондинка в шоколаде. А вот это, как вам нравится, когда вы целуетесь с кем-то из гламурных дев. Видите, поцелуйчик, этот чудесный поцелуйчик в воздух, сука, сука, это и есть фамильная Собчаковская ирония. Разное наполнение, длиной в 20 лет, разница. Но зато одно, как вам сказать, аристократия духа. И вот что было на знамени того Собчака, и вот что на знамени этого Собчака. Да? Вы невероятно сказали. Скажите мне, с таким анализом вы согласны? Честно говоря, я поражена. Но почему они не видят эту иронию? Нет, я поражена даже тем, просто как вы чувствовали моего отца. Это действительно составляло всю его сущность. И такой недостаток, на самом деле, с которым ему приходилось нелегко жить. Потому что когда ты не приемлешь глупость, когда глупость тебя раздражает, когда ты не любишь вот все вот это наполнение. Ведь вы правильно заметили вещи, которые очень мало кто видит. И, собственно, мой образ инфанторибль клемят вот, собственно, те же совки. Это же та же совковость, которая к этому относится вот через призму всех вот этих своих восприятий, морали. Как же это так можно и так далее. И, собственно, это то, с чем я всегда боролась, буду бороться. И в этом смысле мое время точно придет. Очень умные люди. Говорят, слушай, Мит Собчак, она же умная папа. Это тоже, кстати, показатель. Неужели дом 2 вела бы какая-нибудь лохудра, мы понимали бы, что это дерьмо. Но когда умная баба ведет, она показывает, что все можно, нет морали, все разрешено. Не чувствуете ли вы порой, что вот эта игра, которую вы ведете, вот то, что она принимается всеми за чистую монету, и в этом ваш грех? Я считаю, что восприятие того или иного произведения, человека, продукта, это уже не ответственность автора. Знаете, по этому принципу, прочитав преступление и наказание, кто-то может почувствовать и возомнить себя таким же Раскольниковым. Вот сейчас для меня это очень показательно. Выходит фильм, на мой взгляд, одного из гениальных современных режиссеров. Тарантино. Бесславные ублюдки. Сейчас я ехала, слушала по радио какую-то программу об этом фильме. Но это же невозможно, как люди не воспринимают иронию, не воспринимают стеб вот такого высококлассного уровня. Вот это меня удивляет, настораживает, но это же проблема этих людей. Невозможно все время подделываться под это общественное мнение. Если под него подделываться, вы будете всегда иметь абсолютно одинаковых, даже в вашей программе такие люди наверняка встречаются, которые абсолютно клишированы и правильно отвечают на все вопросы. Люблю детей, семью, выращиваю фиалки, мир во всем мире, ну и, собственно, дальше по списку. Но объясните, пожалуйста, что такое морально и что такое аморально с точки зрения Ксении Собчак? Вот где тонкая красная линия? Вот есть такая грань для меня, как для человека, ну, мягко говоря, неверующего, для меня есть такая грань под названием уголовный кодекс. Вот, все, что остается за рамками, для меня недоступно и мною не требуемо. А все, что входит в это понятие, я считаю, что все для меня лично возможно. Дальше уже начинается моя внутренняя мораль, она состоит из массы мелких принципов. Что для меня аморально, для меня аморально рожать ребенка, не выйдя при этом замуж. Это для меня лично аморально. Почему? Объясните, не понимаю. Для меня это важный жизненный принцип. Вот объясните мне, когда вы в последний раз принимали какое-либо решение руководствуясь внутренним оралом? Мне предложили большой контракт на рекламу неких слабоалкогольных напитков. Для молодежи. Да, я отказалась от этого контракта, потому что я, в принципе, мягко говоря, отрицательно отношусь к такому частому употреблению алкоголя и тому, что происходит в нашей стране с пивом, с постоянными сборищами метро, к выброшенным бутылкам потом у этого метро и ко всей этой эстетике. Я к этому отношусь крайне отрицательно. Я считаю, что то, что наше государство с этим не борется, это просто чудовищно. И, собственно, несмотря на то, что это большие деньги, а деньги, как известно, я очень люблю, я отказалась. Предложила сколько, если не секрет? Ну, большую сумму. Ну, большую, это сколько? 300 тысяч евро. Ого. Алкоголь, мне кажется, в этом смысле, особенно для нашей молодежи, это некая реальная не просто опасность, а трагедия. И вот я здесь не могу в себе какой-то этот внутренний барьер переступить. Ксения, а давайте поговорим о стыде, если вы не против, но сначала услышим, что думает по этому поводу Екатерина Гордона. Я, правда, не знаю, какие чувства у вас вызывает это имя. Только самое приятное. Ну, так тогда какие проблемы? Конечно, смотрим. Мы, по-моему, живем во времена, когда возникает какой-то конфликт популярного с какими-то нормами морали. Потому что профессиональным в медиабизнесе часто называют абсолютно стыдные вещи, на мой взгляд. И часто ты сам совершаешь, вероятно, поступки, которые кулуарно в кругу семьи казались бы стыдными. Но есть какая-то вот эта общая тенденция всепрощающей медийки, которая позволяет тебе все. И чем ты провокативнее, чем ты наглее, тем, вероятно, ты профессиональнее. Поэтому, вероятно, нет ничего стыдного теперь. Все, что в рамках закона Российской Федерации, как говорят Ксюши и Тины, нам можно. Мы профессионалы. Мне эта концепция не близка не потому, что я лучше или хуже, а потому, что я, наверное, что-то другие книжки читала. А когда человек говорит, что ему ни за что не стыдно в своей жизни, и он такой молодец, я, вероятно, понимаю, что человек мне не близкий, потому что люди, не испытывающие стыда, меня пугают. Они существуют вне нормы, они не ограничены моралью, а значит, с ними просто опасно иметь дело. Екатерина Гордон, телерадиоведущая. Можно я просто объясню, кто это? Не все же знают, такая Екатерина Гордон. Нет, действительно, не все знают. У Екатерины Гордона конфликт внутренний с медиабизнесом. Однажды вырвался наружу, точнее, в эфир. В программе «Культ личности», где как раз в гости была Ксения Собчак. Говорят, такого рейтинга на маяке никогда еще не было. Екатерина Гордон, говорят, перестала после этого работать на маяке. Вы слышали, кстати, за ту-то историю. Вам стыдно с Гордоном? Мне должно быть стыдно. Я спрошу. Нет, но я себя чувствовала абсолютно таким, знаете, ну как сказать, вот Валуева пригласили в программу попить чай. Он не думал, что там будет некий начинающий боксер в среднем весе, который оказывается всей целью этого интервью, как бы вот, изготовится. И в тот момент, когда Валуев как бы отвлечется на глоток чая, дать ему со всей мочи в лицо и как бы вот этим нокаутом прославиться. Но как бы нужно, значит, реально оценивать свои силы. Впечатление сильное, но все-таки отношение Гордон к стыду. Если мы говорим сейчас, давайте все-таки к этой истории вернемся, стыдно, действительно, понятие очень субъективное. Вот я, например, в своих программах могу с маской на лице, в ванной провоцировать, делать в блондинке в шоколаде, как в образе, все что угодно. Но вот я бы, например, постеснялась так глубоко расстегнуть блузку, как это сделал наш интеллектуальный секс-символ, понимаете, в моей обычной жизни. Одно дело образ. И если человек даже всю жизнь играет Гитлера, это не значит, что он Гитлер. А другое дело жизни. Я считаю, что Саше Коуэну не должно быть стыдно за то, что он показывает в своих фильмах свое анальное отверстие, потому что это сделано для того, чтобы продемонстрировать некую ситуацию, выстебать либо гомофобию, либо антисемитские настроения. Также в моих передачах никогда нет ничего случайного и нет слова жопа, простите, ради слова жопа. Если что-то происходит, это всегда происходит для чего-то, чтобы проиллюстрировать ту или иную ситуацию, чтобы высмеять ее. Поэтому, ну вот, знаете, у кого-то так, у кого-то иначе. Я вот зато в жизни в закрытом классическом платье-футляре. Вот Ксения, помимо ли своей воли, или благодаря своей даренной природе, уловила то, что у каждого из нас вообще-то на уме, но мы боимся.